Заявить о себе уже со студенческой скамьи. В регионе в День дипломата для студентов-международников стартовал конкурс научно-исследовательских работ. Задача – разработка проектов по продвижению региона на международной арене и укреплению внешнеэкономических связей области. Лучшие работы студентов возьмут на вооружение. Сегодня, конечно, нелегко дипломатической службе при кризисных обострениях. В основном, конечно, это последствия пандемии COVID-19. Но уверен, что и в дальнейшем дипломаты, не щадя своих сил, будут продолжать свою работу для укрепления России на мировой арене. Елизавета Мещишина совсем скоро станет дипломированным специалистом. Возглавляет филиал Европейского студенческого форума в Самаре. Интересуется цифровой дипломатией. Сейчас это очень важно для региона в частности, для России в целом. Потому что это сейчас такой глобальный тренд в мировой политике. И Россия не совсем на лидирующих позициях. Чтобы стать дипломатом, совсем не обязательно заканчивать МГИМО. На факультет Самарского университета, где изучают международные отношения, самый высокий конкурс. Самарского образования вполне достаточно, чтобы претендовать на трудоустройство в МИД. Главное в совершенстве знать иностранные языки, быть образованным и эрудированным человеком. Несмотря на ограничения в передвижении, мы практически еженедельно на связи с нашими партнерами. У нас на постоянной основе происходит видеоконференция. Буквально вчера на уровне вице-губернатора Владимира Николаевича Терентьева мы провели ВКС с нашими венгерскими партнерами. Обсудили экономические направления взаимодействия. Уже в марте в Самаре пройдет встреча представителей местных предприятий с венгерскими партнерами. Областные власти надеются, что конкретные предложения по взаимодействию будут выработаны уже в сентябре. Виктория Шаре. События.